Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбу Макс, и в этом видеоролике мы первый раз запустим Xbox Series X. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также напишите свое мнение о Xbox Series X. В этом видеоролике мы его включим, вы посмотрите на начальный экран, поковыряемся в дашборде, и я вам покажу, как он настраивается. Мне самому интересно, поскольку я не смотрел данные видеоролики. Если что, до этого момента я его не включал вообще, то есть это реально будет первый запуск. Реально посмотрим на дашборд, да, я понимаю, что он старый, но так или иначе хочется хотя бы посмотреть на живые обои. Ух, ну что, волнительно, я уж надеюсь, что он у меня хотя бы включится. Если что, Xbox я расположил так специально, для того, чтобы понять, как он гудит, шумит. Конечно, игры мы в этом видосе не запустим, потому что их нужно еще скачать, но поговоримся о дашборде и посмотрим, как он работает без каких-либо нагрузок. Торжественное включение Xbox Series X. Начинаем! Это был тихий звук, но такой же, как у Xbox, ну, Xbox One. Так. Новая заставочка. Ну, ту, которую мы видели на YouTube. Интересно, как он быстро загрузится. И потребует ли обновления, потому что Xbox One при первом включении требовал обновления. И, как бы, для многих это был минус, поскольку они хотели купить консоль, прийти и просто запустить. Если что, новый геймпадик. Так, настройка при помощи приложения. Так, я захожу с приложения и попробую найти какую-нибудь консоль. Так, давайте настройки консоли. Добавить новую консоль. Так, и вот, подключиться к консоли. Я вижу только шесть символов. Нет. Так, и давайте вводим на приложение тот самый код. Сорян, я вам его не покажу. А то, мало ли, залезете в мой Xbox, что-нибудь там поделаете. Шучу, конечно. Подключаемся к консоли. Кстати, Xbox. Вообще, вообще его не слышно. Как бы, если прям очень близко подойти. Да, он работает, но ты слышишь лишь потоки воздуха. Но ты не слышишь то, как он работает. Типа, вууу, вууу. Так, разрешаем. Подключение к консоли у нас. Разрешили местоположение. Что дальше? Пока, в принципе, ничего. Он все еще грузит. Не понимаем, почему. То есть, он почему-то не присоединяется быстро. Подключение выполнено. Окей. Все, приложение нашло Xbox. Так, все, идет настройка. Давайте русский. Присоединяем Wi-Fi. Если что, на Xbox он не был такой функции. Он настраивался чисто через геймпад. Если что, Xbox Series X тоже можно настроить через геймпад. Так, а давайте выполним обновление. 775. Короче, обновление вам не избежать. Поэтому, когда покупаете Xbox Series X, тащите его туда, где есть интернет. Или просто раздавайте телефона Wi-Fi и подключайте к консоли. Теперь нас просят выбрать режим питания. Я поставлю на энергосбережение. Не знаю, почему я всегда это ставлю. Так, параметры входа в систему и обеспечение безопасности без ограничений. Далее. Нужно автоматически выполнять вход при включении Xbox. Да. Включить мгновенный вход. Обновлять игры по приложению. Да. Включить удаленные функции. Включить. Для использования удаленной функции вам необходимо активировать параметр быстрого включения. на энергосбережение. Я понял. Хорошо. Тогда пропускаем. Теперь мы выполним вход с помощью профиля Xbox. Далее. Кстати, интересную тему они придумали. Как мы используем? Так, далее. Отправка необязательных данных. Да. Пусть и нет информации приложения. Да. Все готово. Теперь я, видимо, после обновления просто возьму и зайду в свой профиль и начну играть. Да, конечно, там игры не будет, их придется скачать, но в любом случае посмотрим на дашборд и так далее. Без понятия, сколько все продлится, но пока 1%. Скачет он почему-то очень долго, может быть, у меня проблем с Wi-Fi, а у меня, скорее всего, проблем с Wi-Fi, но ждем. Как я говорил ранее, впечатления от Xbox Series пока только положительные. Единственное, ты понимаешь, что какого-то невероятно нового экспириенса от игр ты вряд ли получишь. Мне, так скажем, звонил Леха, тоже делился впечатлениями и сказал, что разница между Xbox One и X, она очень маленькая. Да, где-то лучшее освещение, где-то тени, но так или иначе, все равно плюс-минус одинаково. Я же все это время проиграл на фатке, поэтому, наверное, мне будет, ну, немного вау-эффекта, я все-таки думаю, получу, потому что изображение будет четче. Если что, сейчас я запускаю на Full HD телеке, так как дашборд Xbox не работает в 4К, вот, а когда будут игры скачаны, тогда я запущу уже на 4К телеке и посмотрю на вот эту всю мощь. Но, опять же, мне все-таки больше важно именно красота картинки в целом, нежели разрешение. То есть, я понимаю, что картинка четче, это классно, но мне важна именно сама картинка, именно то, как нарисовано. Это, знаете, как на Watch Dogs Legion не посмотрите, игра не будет красивой, потому что она вот, ну, так вот нарисована. Что касаемо корпуса, он клевый, но вот все-таки остаются пятна, как ни крути. Но работает он вообще бесшумно, то есть, я даже, по сути, не услышал, кроме вот этого дзинь, вот этой мелодии, как он включился. Это, ну, реально здорово. Так, обновление почти докачалось, осталось до 16 мегабайт, это классно. В 5, 1, поехали, проверь. Вот это, кстати, маленький минус в том, что требует первое обновление, ибо, например, если ты приезжаешь в деревню, ну, если ты живешь в провинциальном городке, то ты вот эту загрузку, вот это обновление будешь очень долго ждать. Ну, увы, консоль сделан так, что без первого обновления они, к сожалению, не запустятся. Кстати, вообще теплого воздуха не чувствуется, он такой, знаете, ну, просто как будто воздух, как будто очень-очень тихий вентилятор. Ну-ка, посмотрим он. Да, он, видно, что он крутится, работает, но его не слышно. Это очень круто, потому что вы, наверное, скорее всего, услышите фатку на фоне, нежели Xbox Series X. Вот это работает фатка. Xbox Series X вообще как будто не работает. Кстати, геймпад подключается к Xbox Series X без каких-либо телодвижений. То есть я включил контроллер, он сразу присоединился. То есть мне не надо было ждать, соединять и тому подобное. Итак, торжественный момент нажатия на A. Нажимаем на A. Давайте обновим ваш геймпад. Давайте, хорошо. Если что, обновление работает теперь без провода. Раньше, по-моему, только по проводу было. Главное сейчас его не двигать. Для тех, кто не знал, лучше вообще не трогать геймпад, когда он обновляется, поскольку если вы прервете вот это обновление, геймпад у вас перестанет коннектиться и вы больше его не подключите. Потому что у меня были знакомые, которые убили этот геймпад, к сожалению. Если что, у Xbox Series S есть такая функция для геймпадов, которая делает меньше отклик. Я не знаю, как она будет чувствоваться, как будет работать, но нужно будет поиграть в гирю и посмотреть. Потому что много было новостей о том, что в гире чувствительность, вернее чувствительность, а отклик стал намного выше. Но будет ли это как-то чувствоваться, не знаю. Может быть опять чудеса в цифрах. Пока обновляется геймпад, могу сказать, что все-таки какой-то новый эксперт ты получаешь именно от распаковки и от того, что это просто новое устройство. То есть сейчас вот дашборд будет, он скорее, ну, будет один и тот же, и уже чувство новизны немножко пропадет. Ну, за исключением того, что будут анимированные темы. Кстати, очень интересно, можно ли поставить какую-нибудь свою анимированную тему. Потому что мы бы сделали какую-нибудь эксклюзивную тему GPX и поставили, было бы круто, на мой взгляд. Так, 100%, но мы все равно его не трогаем, потому что мало ли. Так, привет, мы нашли настройки от вашего предыдущего Xbox настройки системы предпочтения и специальные возможности. Вы можете применить их? Применить настройки. Ну, в принципе, то, что у меня на Xbox One. Да, здесь все верно. Так, это я... Я включал, конечно, на телефоне, но да ладно, давайте энергосбережение, обновлять мои игры и приложения, далее. Итак, приступим перейти на домашнюю страницу. Нажимаем. Вауля. Прикольно. Прикольно, но в остальном это тот же Xbox без каких-либо изменений, кроме, опять же, вот этой вот анимирной темы. Кстати, Дима, заглядя вот на эту заставку, очень верно подметил, что данная заставка очень напоминает чем-то Xbox 360, потому что там были подобные полосы, конечно, не в консоли, а вообще вот в демороликах или где-то так. Давайте посмотрим, как, насколько быстро он рубит, заедает ли. Если сравнивать скорость с Xbox One, то, наверное, здесь намного шустрее. Знаете, вот так, мне кажется, и должен работать в дашборд на любой консоли. Опять же, может быть, мне это кажется, но, на мой взгляд, это как-то все быстрее происходит. Кстати, очень понравилась функция настройки через телефон, потому что она дает вам возможность не вводить свои данные, логин, пароль и тому подобное. То есть, раз зашли выше. Давайте теперь перейдем в профиль и попробуем изменить настройки профиля, изменить цвет, аватар. Вот, наверное, тему. Нет, не тему. А, кстати, новые темы появились. Но нас интересуют живые обои, которые сзади. Я пока не очень понял, как его менять, потому что я видел, что у кого-то были другие полосы. Давайте попробуем поставить вот такой мой цвет и посмотреть. Вот. Все, теперь я понял, на что влияют эти динамические темы. То есть, смотрите, вот эту тему можно настроить путем просто выбора цвета. Я надеюсь, что они все-таки пойдут на более гибкую персонализацию заднего фона и сделают возможность как раз-таки настраивать тему под себя. Не только за счет цвета, а вот просто добавлять, например, свои анимированные картинки. Какие-то прикольные сделают, я не знаю, фоны, чтобы... Ну, за плату, не за плату, без проблем. Давайте скачаем гирзу. Обязательно гирзу я хотел скачать, самую первую. Потом форзу. Где у нас форзочка? Кстати, вы, наверное, слышите, да, как гремит этот самый крестовина. Пользоваться удобно, но громкая. Как бы не минус, но просто как комментарий к этому. А, кстати, есть фильтр специальный, который позволит нам сразу найти игры, которые оптимизированы. Оптимизированы. Вот они игры. Давайте Sea of Seas. Давайте попробуем Ori. Давайте вот эту игрушку скачаем. Ну, дабы убедиться, что Xbox Series X невероятно мощный. И интересно, что он нам покажет. Что касаемо первого запуска, могу сказать так, что очень круто, что консоль бесшумно работает. Из минусов, наверное, выделю то, что когда ты включаешь свой Xbox Series X, новую консоль, да, ты, получается, внутри получаешь тот же Xbox One. Да, я понимаю, что это неплохо, потому что все игры остаются, но вот хотелось бы какого-то некого экспириенса. А вот эта заставка, наверное, сильных отличий она не дает. Типа, ну, окей, заставка и заставка. Все, все то же самое. Дашборд удобный, все к нему привыкли, без проблем разберутся, что и как делать. Ну, те, кто пользовался. Поэтому, как-то так. В следующем видосе мы попробуем переключаться между играми. Посмотрим, как они быстро запускаются и посмотрим на отличия и тому подобное. Кстати, еще кое-что мы здесь не проверили, а давайте попробуем выключить и включить, и посмотреть, насколько это быстро. Выключаем. Тык. Если что, у нас он на энергосбережение. Так, все, он вырубился. Но лампочка горит. Все, он вырубился окончательно. И теперь пробуем вырубить. Тыдын. Так. И все? Так быстро? Вау. Вот это прикольно. Прикольно, да, но к этому, мне кажется, очень быстро привыкнешь и эффекта вау больше не будет вызывать, потому что... Ну, это прикольно. Он быстро включился. Очень быстро включился. Так, давайте проверим, все же, стоял он на энергосбережении или на мгновенном запуске. Энергосбережение. Понимаете, да? А что будет тогда с мгновеным запуском, мне интересно. Пробуем, выключаем. Все, вырубился. Выключается он быстрее на мгновенном. А включается... Еще моментальный получается, да? Да нет, на самом деле, как-то разницу во включении я не почувствовал. Но я все равно, как бы, консоль всегда ставлю на энергосбережение. А то мало ли. Но в любом случае, прикольно, что он так вот быстро делает. Кстати, если что, у Xbox Series X и Xbox Series S будет такая функция, что если вдруг питание будет отключено, то вы все равно сможете вернуться в игру, в которую вы играли и вышли резко. То есть, грубо говоря, если сейчас света не будет, да, на некоторое время, я не знаю, насколько это точно, и ты включаешь свою консоль, и игра в любом случае очень быстро запустится, и консоль запустится. То есть, она типа-типа как будто не выключится. Как-то так. Кстати, в этом видео я еще хотел бы проверить, будут ли работать эти наушники напрямую к Xbox Series X, потому что сейчас я их оттевал, и они работали через ПК. Давайте сейчас присоединим ту штуку, отвечающую за связь. Если что, вот такая вот штука для этих наушников. Присоединяем к Xbox. Вставляем с первого раза правильно, это важно. Какой тугой. Ой-ой, прям вообще очень. Очень тугая. И попробуем включить. Пока тишина. Так. Да, работает без проблем. То есть, те уши, которые подходили к Xbox One, на которых я играл все время, они без проблем подходят к Xbox Series, поэтому, если вдруг у вас есть такие наушники, вы без проблем можете их подключить и играть. То есть, это классно. Это очень классно. Так, а теперь мне очень интересно проверить лак геймпада. Смотрите. Был лак геймпада у Xbox One. Когда ты подключаешь его через USB и подключаешь мини-джек, там есть маленький писк, визг, я даже не знаю, как это назвать. И давайте попробуем. Подключаем. И подключаем сейчас мини-джек. К сожалению, эта фигня не убралась. То есть, вы, скорее всего, сейчас слышите мини-жужжание, и оно как раз таки исходит из-за вот этой вот комбинации. А-ля USB-шка и мини-джек. Я не знаю, как с этим бороться. Может быть, они это сделали специально, дабы все играли на аккумуляторах, на, я не знаю, на батарейках. Но не через провод, потому что через провод вот такая вот комбинация. Даже если вы включите обычные наушники, если что, у меня мини-джек, этот ведет именно к карте захвата. Ну, для того, чтобы у меня был звук. И в итоге все равно получается микро-жужжание, которое, к сожалению, бесит. Поэтому, ну, единственный выход из ситуации, так это просто играть на батарейках. Вот так вот. Если что, Xbox Series практически тот же функционал, что у Xbox One, и даже больше. Дело в том, что на Xbox Series все так же можно поставить домашнюю консоль, делиться аккаунтами. Можно будет активировать коды с Аргентины, если вы знаете, о чем я говорю. Вот, и как бы это радует. Это очень радует, это очень хорошо, потому что домашняя консоль это топая функция. Если вдруг кто-то не знает о ней, знайте. При помощи нее вы можете делиться с играми, если у вас вдруг две приставки. И если у вас есть какой-то друг, вы можете покупать игры на двоих. А на Xbox Series все те же подписки, что и для Xbox One. То есть вы просто включаете свой профиль, и у вас абсолютно все доступно. Это как бы было известно и до этого, но я повторяю для тех, кто это не знал. Помимо этих функций, у Xbox есть еще функции по типу быстрого включения, выключения и тому подобное. Но их мы проверим чуть позже, когда у нас будут скачаны все игры. В общем, на этом все. В следующий раз мы поиграем, протестим какие-нибудь игры. Большое вам спасибо за просмотр. Если понравилось данный видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение о Xbox Series X. Ну, а мне пока все нравится. Вот, очень классно. Посмотрим, как будет обстоять дела дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!